Так, друзья, это мы уже приехали к самой церкви Святого Николая. Смотрите, уважаемые туристы, если вдруг уносит статус музея, когда у нас идет служба, мы, соответственно, одеваемся для этого. Но если, например, принципиально для вас важно, вы хотите косыночку, ребят, вот здесь бесплатно можно косыночку взять, после храма вы вернете. Сейчас, ребят, сначала, иконец это. Зашли, потом, как только освободились, я вот здесь буду собираться. Хорошо. Проходим за мной до конца зала. По второй ступеньке, аккуратненько, пожалуйста. Аккуратненько, по ступенечке. И туда проходим, вас там ждут. Аккуратненько, в ступенечках, чтобы не споткнуться. До конца зала проходим, вас там ждут. Здравствуйте. Вы же проходите, чтобы всем было видно, слышно. Уважаемые гости, во-первых, добро пожаловать на Родину Святого Николая. Краткая информация, вот он для чего, как вы уже сами знаете, это самое святое место, которое связано со Святым Николаем. Поэтому, многие, кстати, ближе подходите, чтобы мне не приходилось громко говорить. Аккуратненько. Нет, здесь нет. Но только в том случае, если это икона Богородица, я, с лица и души. Почему? Самые первые иконы Иисуса Христа слышали, когда Он спас нерукотворно. Это и есть отвечает. Игумение Апонское. Здесь Богородица изображена иначе. Она возвышается над Апонской горой, где изображены все действующие монастыри Афона. Монахи рассказывали, что когда у них было приобретено... Музыка Музыка Так, направляемся по направлению к храму. Музыка Охраннику отдаете карточки и проходите... Сейчас, секунду, подожди, дочек. Смотрите, здесь то ли экскурсии, то ли реконструкции идут. Ух ты, ничего себе. А, видимо, какая-то идет реконструкция. Вечером, когда он возвращается, да, и там где-то собак много, где-то гуляющих. И дорогу, вот, чтобы видеть. Вечером, когда он возвращается, да, и там где-то собак много, где-то гуляющих. Деньги, ребят, то, что вы оплатили, да, вот что-то купил, если там свечи, там что-то еще. Вот эти деньги, ребят, и вот там остановление краба. Ну, эти уже нас обогнали. Дальше, Лен? Да, за день, за день не придем. Я немножко как-то по-другому представлялся, смотри, здесь, видимо, как вода-отвод. На греческом языке. Да? Ребят, колонны, видите, да, колонны античные? Да. Ребят, подойдите ко мне, моя группа. Вот теперь смотрите. Ребят, в житете святого Николая написано, что его очень возмущал тот факт, что рядом с его храмом стоит языческий храм, где жильцы придаются пьянству воду. А вот теперь представьте. Вот где-то три метра храм Цыпого Николая, где он ведет службу. А вот здесь храм Артемиды. По значимости занимающий второе значение после храма Артемиды Ефесской. Поэтому Юстиниан в VI веке, он приказывает все языческие храмы разрушать. И они послужили строим этим для постройки христианских храмов. Ребят, колонны античные, вы видите, так же и внутри. Это все использовалось для постройки христианских храмов. Ребят, каменные блоки. Текст идет на греческом языке. Здесь, вот там, вот, а дальше вы увидите так же, ребят. Это все от храма Артемиды. А теперь так же, непосредственно еще такой момент. Хотелось бы отметить, что когда в VI веке появляются вот эти христианские храмы, где можно увидеть вот эти знаки, пики, черви, крести, буглы. Вот почему их изображали на стенах церкви. Ребят, распятие на крестах всегда являлось самой позорной смертью. Раньше распяли кого? Разбойников, убийц, предателей, воров. И вот эти кресты приготовили для воровых двух разбойников. Но вместо воровых распяли Иисуса Христа. Поэтому крести, ребят, это крест, на котором был разбойник Иисуса Христа. Черви, это сердце Иисуса Христа. А вот бубны, пики, ребят, это на конечном копе, в котором был нанесен последний удар Иисуса Христова. А вот бубны, ребят, это капли крови, падающие от темного венка на землю. Где их можно увидеть? Проходим за мной, я вам покажу. Ребят, проходим, пожалуйста, сюда. Аккуратненько. Черви увидели, проходим сюда. Увидели черви, проходим сюда. Черви увидели, проходим сюда. Я дам время, ребят, все, с фотографированием вас, но возможно. Главное, чтобы вы знали, где фотографирует. Черви увидели, да? вот здесь были крести но к сожалению вы видите что не сохранились 6 век ребят фрески и не цвета красный и белый почему а с этой стороны разливает вину и спите вино это как рот первое свят апостол павел и любой анастас возьмете первым к иисусу присутствует апостол пётр апостол парня церковь объявил их первоапостолами петра завтра из духа павла на святой смысле а теперь я иудоискальон очень редко когда его изображают на тайна мечей отворачивается вот иудоискальон а теперь верно завидности крестов христианстве да вот ранее христианство кресты имели такую форму ребят проходим за мной тебя смотрим что там дверь было практически не видела отец крест один столовик до а уже а еще и один один крест одиннадцатого века уже меняется правда кресты потом уже более позже ребят кресты как меня месо для агнашова те кто не прошел причастия не причем не имеют права заходить в зал во время службы а в тайна-гостоке вход на зал то есть заходить в храм нужно было отсюда но там частных владений нет заходить оттуда муниципальная территория мы оттуда зашли понятно да теперь вот эту часть пристраивали геннаголицыно а вот отсюда начинается кафедральный собор посмотрите тоже храм артемии видите да а храм артемии начинается кафедральный собор построенный константина мономаха это дедушка владимира мономаха по материнской линии константин девятый со своей женой братвейца зоя он прибыл сюда в 1041 году кафедральный собор на месте села бюджет 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 и бюджет с бюджет в Поэтому, ребят, отходим ко мне. Вот теперь смотрите, вот такую актарную часть вы не увидите в другом месте. Почему? Обратите внимание, вот эти ступенечки. На этих ступеньках всегда собирался лекийский садочек. Поэтому, конечно же, непосредственно здесь собирался садочек для того, чтобы в каком-то городе умер старый единица. Вот кто будет проявить церковь в данном городе? Или, например, богатые люди даровали церковь земли, золото на этой земле, построить монастырь и церковь. Что важно? Решаем вопрос на лекийском соборе. Ребят, четыре маленькие колонны включают место алтаря, и окошко символизирует святую трону. Ребят, оттуда начинается небеса Господи. Видите, вот эта ступенечка, да? Апсидная часть, ребят, имеет форму полного круга, полной сферы. Это символизирует небеса Господи. А теперь, ребят, с правой, с левой стороны, посмотрите, пожалуйста, где наш аппарат. Ребят, с правой, с левой стороны, проходы увидели, да? Вы пока вот это вот не близьте, пожалуйста, я сфотографирую. Я пока расскажу. Итак, ребят, пожалуйста, нельзя здесь свечи зажигать. Хорошо, потому что обрезочек очень много, ребят. Не надо еще останавливать. А если все вот это, понимаете, специально обрабатывают, да, разговором, чтобы не осыпалось. Почему? Вы обратили внимание, мы спустились вниз на 4 метра, ребят. То есть храм выкапывали, он был под землей, под толстым словом, и лапезка, вот это как все было. Это все сначала выкапывали, потом очищали, ребят. Вот сейчас в Астанамке что-то должно находиться. То есть работ еще много. Ребят, вот то, что вы платите за 175 лет, да, в заход, это деньги забирают неестественные, которые туризма тратят на раскопки античных городов. А я говорю, я тебе, Николай, ребят, не весь саркофаг, а где он мироточек, подойдите вот сюда, посмотрите, видите, блестят капельки. Видите, да? Вот, саркофаг мироточек. Теперь вниз опустите глаза, ребят. Вот здесь два человека могут встать, опуститься на коленочки, туда, ребят, пропускаете иконы. На иконочках, ребят, видели знак благословения, да? То есть иконочка должна смотреть на вас, или смотреть на вас. Вы называете имена тех, ребят, кто члены вашей семьи, если вы берете себе. Если кому-то подарят, значит, их имена называете. Понятно, да? Все, друзья, сейчас попробуем положить нашу иконку, которую мы купили. Вот эту саркофагу. Пожалуйста. Скажем так, ее посвятить. Ну, конечно. Так, ну в общем, друзья, всё, мы уже выходим из этой церкви. Светлого Николая Ликийского. Смотрите, я здесь на выходе обнаружил вот такой вот, я не знаю, что это, наверное, это саркофаг. Почему-то нам про него ничего не сказали. Я не знаю. Нам про него же ничего не говорили, да? Про него же ничего не говорили, про это саркофаг. Ну, там, да, такая, так понимаю. Ну, тут как бы такая, да, там, выемка. Поэтому, может быть. Смотрите, ну, можно, конечно, потом погулять вот так вот, когда уже все туристы прошли. И самим посмотреть, всё везде поглазеть. А вот ещё у нас наши тут соотечественники. Поэтому... Черви. Посмотреть. Ну, здесь, наверное, тоже свечки ставят. Да, я просто вообще поражаюсь. Нахожусь в таком, в лёгком трепете, когда находишься в таких вот исторических местах. Всё, друзья, выходим назад. Не знаю, как вам, а нам очень понравилось. Очень интересно. Очень здорово. Поэтому мы рекомендуем посетить это место самими, своими глазами всё это увидеть, прикоснуться к истории. Это, конечно, очень-очень здорово. Ой, как солнце светит так, надо отчечь, наверное, надеть. Смотрите, сколько ещё, как бы, отреставрировано или раскопано. Да, я так понимаю, они это всё реставрируют. То есть, дальше будет, наверное, выход где-то здесь. Или, наоборот, вход отсюда они сделают. Скорее всего, вход отсюда. Потому что, смотрите, статуя святого Николая. То есть, он, как бы, да, отсюда, наверное, будет вход. А оттуда, откуда мы вышли, это будет выход. Ну, когда это всё отреставрируют, здесь будет очень-очень красиво. Друзья, ну, направляемся к выходу. Смотрите, какая интересная конструкция. Какой-то камень с таким прям, с такой выемкой. Интересно, что он назначает. А здесь, смотрите, какая скульптура, да? Дедушка какой-то с мешком, с чем-то. А тут разные флаги. И дети рядом. Где Мария? Музейный магазин. Кстати, здесь тоже есть иконки. Интересно, по чём они здесь? Музейный магазин. Спасибо. 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 Музейный магазин. Спасибо.